Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Много всего произошло этим вечером и будет происходить, исходя из вчерашнего обвинения в Манхэттене, республиканского кандидата номер один. Позже мы расскажем некоторые подробности этого, но начать бы мы хотели с замеченного нами, возможно, важного тренда, и связан он с долларом. Около 80 лет со времен Второй мировой доллар США был мировой валютой всю нашу жизнь. Практически нет такого места на планете, где откажутся от двадцатки. Лицо Андрю Джексона на фоне печати казначейства США, вероятно, самый известный американский товар. От дар салама на Шри-Ланке до золотодобытчиков в бассейне Амазонки. Каждый владелец магазина принимает 20-долларовую бумажку. Доллар был универсален, и универсален не только в торговле, так как большая часть транзакций в мире проводится в долларах, но его также держали, как универсальное средство сбережения капитала в мире. Мировой центральный банк хранил в долларах гораздо больше, чем в других валютах. И большинство американцев не знали об этом, или же знали, но это не важно, так как все равно это было очень выгодно для тех, кто живет здесь. И из-за того, что так много долларов США обращается за пределами страны, стоимость кредита внутри страны оставалась неестественно низкой. Это одна из причин, по которой в нашей стране, Америке, средний класс мог купить свой собственный дом. А тем временем правительство США имело возможность брать астрономические долги без очевидных последствий. Но еще время от времени в Конгрессе обсуждали потолок госдолга, но это все абстракция. Для большинства людей вся эта тема не была особо связана с их жизнью, потому что все это время особо на нее не влияло. Америка печатала доллар США, мы контролировали мировую резервную валюту, и это значило, что для нас деньги были дешевыми, и у нас была привилегия, которой ни у кого больше в мире не было. Это все, конечно, хорошо, но что будет, если это закончится? Возможно, вы даже не захотите думать об этом, так как последствия будут ужасными, по-настоящему ужасными. Но мы начали переживать об этом где-то год назад. Как раз, когда российские военные перешли украинскую границу. И само по себе это дестабилизирующее событие, конфликты всегда дестабилизируют, всегда нарушают существующий порядок. Но пугающей была именно реакция Запада на российское вторжение. Политики в США сошли с ума. Джо Байден при поддержке своих республиканских союзников в Сенате, оказывается, уже не просто хочет свергнуть правительство в России, что-то типа смены режима, но также уничтожить послевоенный экономический уклад, который так долго служил на пользу США. И мы тогда подумали, что реальная угроза нашему будущему это не отправка миллиардов долларов в Зеленскому, это было безрассудно, но вряд ли бы уничтожило Америку. Реальная угроза. Это беспрецедентные экономические санкции, которые Джо Байдену было позволено и даже рекомендовано наложить. Указанные санкции должны были навредить России. Но даже в марте прошлого года было очевидно, что они больше навредят Соединенным Штатам, чем России. Вот что мы говорили 13 месяцев назад. Мы должны быть готовы к потере своего положения в виде держателя мировой резервной валюты. Это происходит, пусть и медленно, но происходит. И сторонники Байдена, похоже, не в курсе, что это происходит. Может, они как раз этого и хотят? Байден в обращении хвастался, как он за один день опустил российский рубль на 30 пунктов. Ура! Мы молодцы! Но когда мы, наконец, перестанем праздновать нашу победу и уничтожение российской экономики, так ей и надо. То, может, поинтересуемся, есть ли у этого негативные моменты. Может ли это стать первой победой? Давайте посмотрим. Эти решения подвигли Россию, Китай, Индию, Турцию и остальные страны ускорить свой отказ от доллара США. И для ясности, это большая часть мировой экономики. Это, возможно, самое безрассудное и губительное решение для Соединенных Штатов из когда-либо принятых американским президентом. Это было в прошлом году, и в тот момент это казалось просто болтовнёй. Такие взгляды считались абсурдными, даже предательскими. Байден и его республиканские сторонники называли санкции против России морально необходимыми. Итак, мы поставили на якорь яхты олигархов, мы закрыли магазин Apple в Москве. Нас всех убедили, что это важное достижение, и любой, кто будет спрашивать про их последствия для экономики, является путинской марионеткой. Прошлой весной это было консенсусом в Вашингтоне, и если вы вдруг забыли, как это звучало... Цель санкций была и остаётся сдерживание. Но давайте также обратим внимание на уникальность означенных санкций. Это одни из самых сильных, если не самые сильные санкции, из когда-либо наложенных. Президент считает, что санкции нужны для сдерживания. По поводу санкций, самое важное, что мы можем сделать, это использовать их для сдерживания, как средство для удержания России от дальнейшего проявления агрессии. Прямо сейчас мы налагаем мощные экономические санкции. Мы отрезаем крупнейшие российские банки от международной финансовой системы. Не даём российскому Центробанку защитить российский рубль. Делаем путинские накопления в 630 миллиардов долларов бесполезными. Какие же они клоуны. И все республиканские сенаторы согласно кивают. Вы смотрите на это, и вам интересно. Они сами верят в то, что вам говорят, и если они верят, то они глупее, чем выглядят. Эти санкции никогда и не должны были сработать так, как было обещано, потому что, в отличие от США, у России экономика не финансовая. Российские олигархи богатеют не на свопах по дефолтным кредитам. Они богатеют, продавая вещи, реально нужные людям для выживания. Нефть, газ, железо, удобрения, уголь, зерно. По некоторым параметрам, у России крупнейшая ресурсная экономика в мире. Окей. Так что они могут работать и через бартер. Итак, спустя год, несмотря на санкции, которые, как вы говорили, сильнейшие из всех, российский рубль так же силен по отношению к доллару США, как и до конфликта на Украине. Так что мы не особо навредили России этими санкциями, а дальше вреда будет еще меньше, а кому навредили себе. И Джей Энтони и Питер Сент-Онш на прошлой неделе написали резкую статью в Дейли Колор, которая частично объясняет, почему это происходит. Цитата. Это были доллары российского центрального банка и российского народа. Заморозка должна была обанкротить банки и вызвать коллапс российской финансовой системы, но не получилось. Вместо этого она показала способность администрации Байдена покуситься на триллионы долларов, которыми иностранцы добросовестно владеют. «Опасность этого прецедента трудно переоценить». Конец цитаты. И мы все видели, что это происходит, но ничего сказать было нельзя, потому что Россия плохая. Нам даже нельзя смотреть их хоккейные команды. Хорошо. Но что, как вы считаете, случится потом, пока мы тут скачем и говорим про Винстона Черчилля? Но умные иностранцы, а такие, верите ли вы или нет, есть, начали сбрасывать доллар США. Почему? Потому что доллар США больше не является надежным для хранения капитала. Внезапно он стал политическим орудием, которое может быть по желанию, направлено против любого, кто им владеет. А что, если у вас спор с соседом о границах, который не был дозволен газдепам? Или что, если вы вдруг покритиковали трансрелигию, чем разгневали компанию по правам человека? Ну, правительство США может объявить вас аморальным и конфисковать все ваши деньги. Потому что именно это они сделали с Россией. И в результате доллар стал выглядеть гораздо менее привлекательным для остального мира. И вот началась дедоларизация, и она идет с нарастающим ускорением, а американские СМИ весь прошлый год об этом молчат. Друзья, напоминаю вам, что у вас есть возможность смотреть новые выпуски на целые сутки раньше. Подписывайтесь на канал Карлсон ТВ на спонсор.ру. Также смотрите полные выпуски Такер Карлсон Тунайт в автоматическом переводе всего через несколько часов после премьеры на нашем Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Помните, что лучшие переводы только на Карлсон ТВ. Итак, Россия объявила, что будет вести бизнес в Азии, Африке и Латинской Америке в китайской валюте. Бразилия, у которой сейчас новая, поддержанная администрацией Байдена правительство, сказала то же самое. Бразилия крупнейшая после нас экономика в полушарии. Пакистан делает то же самое, а это давний союзник США. Индия и Малайзия, две крупнейшие экономики в мире, объявили, что будут вести торговлю в своей валюте, а не в долларе. Даже Франция, которую мы освободили, будет пользоваться китайской валютой в торговле с жиженым природным газом. Китай и Саудовская Аравия теперь бизнес-партнеры. И еще раз, и так далее, и так далее, и так далее. Это происходит по всему миру, и все это убирает доллар США. И все это происходит гораздо быстрее, чем кто-либо мог предположить. И, видимо, никто в Вашингтоне не в курсе, что это происходит. Так что, если вы хотите, чтобы остальной мир доверял вашей валюте, то последнее, что вы будете делать, это использовать ее как орудие или печатать ее слишком много. Печатание избыточного количества валюты вызывает инфляцию, что снижает ценность валюты. Никто не хочет держать валюту, которая существенно дешевеет с каждым годом. Это экономика шестого класса, но Джо Байдена это не особо волнует. Так что он печатает еще. Вот он, говорящий о еще одном чеке на 10 миллиардов. Не для вас или из Палестины, или кого-то еще нуждающегося в нашей стране, а для иностранного государства. При близком сотрудничестве с Конгрессом США мы планируем добавить еще 690 миллионов долларов для нового фондирования президентских инициатив в следующие два года. И в течение трех лет моя администрация в сотрудничестве с Конгрессом собирается, среди всего прочего, передать 9,5 миллиардов долларов для поддержки демократии во всем мире, что повысит безопасность для всех. Мы месяцами просим, чтобы любой республиканский сенатор, который поддерживает это, будь то Том Тиллис или Джон Корнин из Техаса, пришел к нам и спокойно объяснил, почему он это поддерживает, но никто из них не принял нашего приглашения. И в этот момент вы начинаете интересоваться, что такого есть у США, что и в дальнейшем сохранит свою ценность. Мы должны провести инвентаризацию наших активов. И так, как вы уже видели, Байден продолжает отправлять содержимое нашей казны коррумпированным олигархам в Восточной Европе, да и по всему миру. И в то же самое время, и вам стоит на это обратить внимание, он распродает самый ценный из американских реальных активов, наши стратегические запасы нефти. Так как в отличие от доллара США, нефть, находящаяся в резервах, имеет истинную ценность. Нефть — это самый компактный и известный человеку вид транспортируемой энергии. Так что в отличие от фиатных валют типа доллара, нефть всегда будет иметь ценность. Вот почему Россия так и не обнищала, так как у них есть много нефти, а у нас теперь ее меньше. Потому что резервы были опустошены. За последний год администрация Байдена продала 218 миллионов баррелей нефти, включая эту преступную продажу правительству Китая. Много ли это? Нефти из резервов продано за год больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Что будет, когда она кончится? Там и так немного осталось. А что с нашим золотом? О-о-о! Американские запасы золота уже поколениями не проходили полный аудит. Так что говорить они могут что угодно, но правда в том, что мы не знаем, сколько золота в Форт Ноксе. Так что нефть становится еще важнее, а она заканчивается, и вместе с ней закончится и власть США. И что в итоге останется? Осушим великие озера и отвезем воду в пустыню Гоби для выращивания хлопка. Будем торговать шторами. И как это исправить? Ну, закончить конфликт на Украине. Это бы помогло, и мы можем это сделать. Так как мы управляем НАТО, но мы даже не пытаемся. Наоборот, мы идем все дальше, к прямому столкновению с вооруженной атомом Россией. А политики в Вашингтоне застряли в своих старческих фантазиях о Второй мировой, где все они вынстаны Черчилля, а Зеленский глава французского сопротивления. Мы могли бы дать вам миллионы примеров, и вот один, лидер республиканцев в Сенате, Митч МакКоннелл, в том месяце. Я хочу помочь объяснить американскому народу, что поражение русских на Украине – это самое важное из того, что сейчас происходит в мире. Поражение русских на Украине – это не самое важное событие в мире с точки зрения Соединенных Штатов. Оно даже не на пятнадцатой строчке в списке. Оно гораздо ниже прекращения фентаниловой эпидемии в нашей стране, и еще ниже, чем сохранение ценности доллара США. Но если Митч МакКоннелл и Джо Байден и остальные безответственные политики будут продолжать и дальше, то еще больше стран сделают то, что многие уже сделали – откажутся от доллара США. И что тогда произойдет? Но все эти доллары вернутся на родину, и стоимость нашей валюты упадет еще больше. И это приведет к нищете во всех Соединенных Штатах, что приведет к естественной, культурной и политической нестабильности, которая всегда следует за коллапсом экономики. Катастрофа, и мы такое уже видели. Вы, конечно же, помните эти знаменитые картины Германии. Тележки, забитые купюрами. Хотите чашечку кофе? С вас 15 килограммов денег. Дети играют с обесценившимися пачками Дойч Марк. Это называлось Веймарская Республика. И это государство рухнуло из-за гиперинфляции. И экономический коллапс привел к коммунистической революции по всей Германии, и в итоге к нацистскому режиму. Это всем известно. На самом деле это уже клише. Но вот то, что, похоже, никто не помнит. Что привело к экономическому коллапсу, который потянул за собой весь мир? Они что, забыли? Зачем германское правительство уничтожило собственную валюту? Ну, это легко. Германское правительство взяло в долг слишком много, чтобы заплатить за бессмысленную войну. Да, бессмысленная война это сделала. И это знакомо звучит, так как именно это мы и делаем уже десятки лет. Мы делали это во Вьетнаме, делали это в Ираке, делали в Афганистане. И каждый раз нам это сходило с рук, потому что мы владели мировой резервной валютой. Но в этот раз все может быть совсем по-другому. Война с Россией будет последней, которую мы сможем себе позволить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова